Здравствуйте! В эфире программа «Норильские новости» в студии Надежда Балдакова. Смотрите в этом выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На начальном этапе рабочие перекрыли сквозной проезд от перекрестка улиц Мира и Московской до перекрестка улиц Мира и Ленинградской. Затем движение будет ограничено и на противоположной стороне. Поэтапно проводить ремонт исполнитель решил, чтобы минимизировать затруднения, связанные с перекрытием дорог. Для того, чтобы было возможным сегодня начать работы, компанией АО «Интек» исполнителем данного проекта выполнен достаточно большой комплекс работ подготовительных. В частности, проведено комплексное обследование существующих конструкций и коммуникаций существующего коллектора. Выполнены инженерные изыскания для проектирования. На основании собранных исходных данных под результатом этих работ разработана проектная рабочая и сметная документация. В составе разработки также были согласованы решения проекта организации дорожного движения, проекта организации строительства. Получены все необходимые технические условия, как в администрации города Норильска, так и у предприятий единых коммунальных систем города Норильска, ГИБДД, управления дорожного хозяйства и других организаций. Проект предусматривает бесперебойное обеспечение энергоресурсами всех жилых домов в районе. Для этого строят временные энергосети и коммуникации, в том числе водоснабжение, канализации и отопление, электроснабжение и сетей связи. Всех потребителей переключат на временные сети весной следующего года. Автолюбителям просьба отнестись к данному мероприятию с пониманием и выбирайте бездные пути по Ленинскому проспекту, улице Московская, Ленинградская и Толнацкая. Стоит отметить, ремонт коллекторного хозяйства на улице Мира включен в план социально-экономического развития города до 2035 года при поддержке правительства Российской Федерации. Екатерина Алексеева, Норильские новости. Районы Большого Норильска администрация города наделит новыми полномочиями. В частности, это коснется нелегальных палаток летней торговли. На заседании комиссии по законности и местному самоуправлению депутаты предложили упростить процедуру освобождения самовольно занятых семейных участков от сезонных объектов. Речь идет о палатках летней торговли, которые владельцы устанавливают без соответствующего разрешения. Органом полномочного осуществления мероприятий в отношении самовольно размещенных сезонных объектов является в том числе и Толнацкое территориальное управление. С целью проведения мероприятий, предусмотренных вышеуказанным порядком, настоящим проектом решения предлагается наделить Толнацкое территориальное управление соответствующими полномочиями. Теперь в Каиркане-Толнахе и Снежногорске местное самоуправление сможет самостоятельно демонтировать, перемещать и хранить несанкционированные сезонные постройки без согласования с Норильской администрацией. Это позволит упростить процедуру освобождения земельных участков. Также положительно скажется на благоустройстве города, улучшить санитарное состояние и архитектурный облик Норильска. Екатерина Алексеева, Владислав Моисеев, Норильские новости. Норильск посетит Никита Высоцкий. Он примет участие в фестивале, посвященном творчеству его знаменитого отца, советского поэта, артиста театра и кино Барда Владимира Высоцкого. Никита Высоцкий снимается в кино, пишет сценарии, преподает актерское мастерство в Институте культуры. В Норильске его ждут в качестве почетного гостя фестиваля конкурса «Молодежь поет Высоцкого». Событие пройдет с 26 по 27 октября в Толнахе в культурно-досуговом центре имени легендарного Барда. В этом году фестиваль приурочен к его 85-летию. В рамках фестивальной программы, помимо Никиты Владимировича, выступят и приглашенные исполнители. В самом конкурсе примут участие творческие горожане в возрасте до 35 лет. Подано уже полсотни заявок. Среди номинаций – исполнение песен, стихов, театрализованных миниатюр, хореографических номеров, а также представление медиаработ. В рамках фестиваля также состоится открытие уличной скульптуры бюста Владимира Высоцкого. По мнению экспертов, в настоящее время подросткам активно навязывают вредные привычки в самых разных формах. И поэтому профилактическая работа тоже должна быть более масштабной, чем раньше. Чтобы рассказывать о преимуществах здорового образа жизни, в Норильске обучают педагогов новым методом профилактической работы и проводят уроки трезвости в школах. Наша съемочная группа побывала на таком уроке, который провели для третьеклассников. Уроки трезвости – часть проекта «Здоровый выбор», поддержанного благотворительной программой «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Проводят такие уроки представители Межрегионального союза утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия». Один из них – Александр Вшивцев. Он провел урок для третьего класса 29-й школы. Он утверждает, что уже в таком возрасте пора вкладывать в детей здоровые жизненные ориентиры. Сейчас уроки трезвости мы переформатировали на современный уровень, созданные современные учебники, специальная программа, которая помогает школьникам буквально с первого класса, средней, старшей класса и студенты тоже сформировать такое правильное трезвое мировоззрение и создать защиту от проникновения таких информационных вирусов. На уроках трезвости школьникам объясняют, что употребление алкоголя, табака и других вредных веществ – это широкомасштабное и хорошо организованное мероприятие, в которое втянуто огромное количество жителей нашей страны. Оно приносит огромные деньги тем, кто делает и продает вещества, однако ломает и порой отнимает жизни у тех, кто их употребляет. Проводим уроки трезвости, учим детей разбираться в этих вопросах и проводим семинары, занятия с учителями, то есть те, кто работает с этой проблематикой, это отдел профилактики, это специалисты, социальные психологи, социальные педагоги, которые уже непосредственно эти занятия проводят и, так скажем, будут дальше нести эти знания и формировать трезвые убеждения с самых малых лет, чтобы дети сохраняли свою естественную, природную трезвость. По мнению учителя трезвости Максима Хисмитурина, каждому школьнику нужно посещать 5-7 таких занятий в год. Образовательная база необходима и школьным учителям. Одним из эффективных способов профилактики вредных привычек учителя трезвости считают интеграцию лекционного материала в ежедневный образовательный процесс. Как можно урок трезвости встроить, допустим, в урок литературы, в урок истории? Если, допустим, со взрослыми, это можно встроить в урок экономики. То есть это же посмотреть экономически какие процессы, как разрушительно они действуют на экономику страны, то есть какие последствия. Учителя трезвости отмечают, школьники легко идут на контакт. В ходе обсуждения сами приходят к правильным выводам. Эти ребята скоро станут взрослыми и важно как можно раньше привить им ценности, которые помогут сохранять трезвый взгляд на жизнь, стать успешными, создать счастливые семьи. Все это – условия благополучия общества. Анастасия Орлова, Александр Воря, Норильские новости. 18 молодых норильчанок продолжают обучение в школе «Леди». Это проект, реализуемый при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Девушки изучают целый ряд дисциплин, знания которых позволят современной женщине стать успешной. На одном из занятий в рамках обучения побывала наша съемочная группа. «Твоих друзей так легко развеселить. Им смешно от того, что я не знаю, какую вилку взять. Что же будет, когда дело дойдет и нажать?» Героине культового фильма из неловких ситуаций помогает выйти чувство юмора и обаяния. Однако, настоящей леди следует знать этикет. Участницам второго сезона норильского проекта «Школа леди» объясняют основные правила поведения в обществе. Проект стартовал еще весной. В нем участвуют 18 школьниц, обучающихся с 7 по 9 класс. У девушек довольно плотный график. Девушки участвуют в мастер-классах по этикету, пластике тела, дизайну, рисованию, изучают психологию и апсайклинг, то есть искусство продлевать вещам жизнь. «Есть такие творческие направления у нас, как дизайн, фотоискусство, он же моделинг туда включается, то есть девочки пробуют себя в роли не только фотографа, но и моделей, учатся позировать и потом через фотографии видят, какие они на самом деле очень интересные, необычные, красивые». Чтобы уверенно чувствовать себя в обществе, девушка должна прежде всего уверенно чувствовать себя в своем теле, быть изящной и грациозной. Для этого для участниц проводят занятия по пластике. «На пластике тела девочки выполняют некоторые танцевальные упражнения, направленные на раскрепощение, чтобы они более свободно себя чувствовали. Недавно была фотосессия с девочками, и они, конечно, показали себя на высоте. Это было великолепно. И они сами были в восторге, что получились такие фотографии, и они были поражены, насколько это очень красиво». Одна из участниц, Марина Школдина, говорит, в «Школе леди» получила не только знания, необходимые настоящей женщине, но и нашла друзей и даже хобби. Увлеклась психологией и искусством фотографии. «Изначально я сюда пошла, чтобы познакомиться с некоторыми людьми, завести себе компанию и получить много нового. И сейчас я знаю множество различных тем по психологии, например, как отличить различные эмоции человека по телодвижениям, знаю, как правильно фотографировать композицию фотографии». Организаторы обещают, что после окончания «Школы леди» выпускницы смогут уверенно презентовать себя в обществе. Этот навык пригодится, например, на собеседованиях при приёме на работу и деловых встречах. Занятия будут длиться до декабря. Анастасия Орлова, Дарья Каменских, Владислав Моисеев, Норильские новости. Кинокомплекс «Родина» уже 20 лет проводит Всероссийский фестиваль аудио-визуальных искусств «Полярная сова». В течение недели с 16 по 20 октября в Норильске проведут лекции, мастер-классы, открытые встречи и показы. В первый день фестиваля на базе молодёжного центра прошла встреча с Николаем Надежиным, педагогом дополнительного образования, руководителем студии комиксов и манги. Говорили о раскадровке. Прежде чем перейти к основной теме мастер-класса, участники освежили основные знания об этапах создания комиксов. Это увлечение всех участников встречи, поэтому ребята отвечают без труда. Николай Надежин рассказывает, этот вид творчества даёт возможность передавать сюжет в простых зарисовках. Но в этой работе есть свои правила. «Сегодня я расскажу ребятам о таком виде, необходимом при создании мультфильмов, как раскадровка. Это такой дополнительный материал, который помогает аниматорам, художникам, режиссёрам театральным, возможно, режиссёрам-кинематографистам создавать свои фильмы, мультфильмы». Практическое занятие – нарисовать сюжет популярных сказок в шести кадрах. Основная задача – правильно показать происходящее в зарисовках, чтобы художник, рисуя мультфильм, мог опираться на эту раскадровку и правильно передать идею. Таисия Вирыч – такая задача по душе. Она любит смотреть мультфильмы и хочет научиться их создавать. Видео, как надо делать все раскадровки и многое другое, то, что там многое про раскадровку рассказывали. После завершения работы Николай Надежин оценил успехи каждого ученика. Организаторы мастер-класса отмечают – уроки мастера приносят свои плоды. «В рамках, в принципе, и полярной совы мы очень часто пересекаемся со студией Николая и участвуем в их городском конкурсе комиксов у нас. В прошлом году наша девочка из студии, она заняла притовое место со своим комиксом. Планируем и дальше участвовать, и сотрудничать дальше». В программе аудиовизуальных искусств «Полярная сова», ряд творческих встреч и мастер-классов. «Это всероссийский открытый конкурс аудиовизуальных искусств. Ну, собственно, ему 20 лет исполняется. И в рамках него будет у нас обширная программа мероприятий на базе кинокомплекса «Родина», а также на базе молодежного центра. «В течение недели будет фестиваль, до пятницы, то есть в четверг включительно, будут у нас активные мероприятия. В четверг как раз будет мероприятие с первым руководителем экрана нашего Александром Жоуховым. Он проведет мастер-класс и будет также открытая встреча с Евгением Селивановым. Это наш член жюри из города Новосибирск». Основные локации «Полярной совы» – кинокомплекс «Родина» и молодежный центр. Жюри фестиваля, в которое вошли эксперты в области анимации и кинематографии, предстоит отсмотреть сотни работ. А приз зрительских симпатий в номинации «Анимационное кино» присудит детское жюри. Ежегодно его участниками становятся ученики городских школ. Николай Букало, Никита Левенец, Норильские новости. И к этому моменту у нас все. Сообщайте ваши новости по телефону 34-32-32. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все выпуски новостей и сюжеты вы всегда можете найти на нашем ютуб-канале и на сайте Норильск.тв. В студии была Надежда Балдакова. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!